Доброе утро, дорогие мои! Ну что, с утра, как наша обыча, пьём кофе? Чё-то этот раз у меня кофе не сырёв получается. Вроде постояло, они сами мололи. Может, от кофе тоже какая-то разница нет. Невестка говорит, невкусно. Ну, видите, как бывает, партия, значит, такая. Так что не всегда сырёв получается, но ничего страшного. Дело в неветом. Если мы сами захотим, сырёв будем. Много пишите, тётя Руся, где вы вчера были? Дорогие мои, я вчера столько устала, когда в зеркало смотрела и испугалась. Я говорю, ой, не надо, люди будут бояться. Я так устала. Летная кухня, все лишние, посуда. Подвали, у меня столько посуда собирается, да, кастрюли очень много. А я же с такими трудом покупала. Вечно хочется отдавать, и вечно говорю, нет, жалко, нет, жалко. А вчера и позавчера, думаю, ничего не жалко. Я всё раздала. Вы понимаете, прямо от души очистила те тарелки, те посуды, те кастрюли. То, что я не пользую уже и сколько лет, но она у меня стоит. Я взяла, дала. И вы знаете, я так спала в этот ночь. Прямо от души, прям очистила. Всё то, что я не пользую, всё раздала. Так что вот такая у меня вчера генералка была и на улице, и в подвале. Так что вот такая у нас дела. А сегодня решила, надо цветов купить. Думаю, сейчас кофе попью, поздоровлюсь. Пожелаю вам хороший день, хорошего настроения. И пойду цветов покупать. И ещё и белье у меня надо для постель, да, хорошее. Хочу пойти искать. Найду, всё вам покажу. То, что куплю, вам всё покажу, дорогие мои. Так что желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Будьте всегда добреньки и любыми. Ой, дорогие мои, вот сейчас я нахожу на верхнем релике. Раньше я много-много цветов взяла. И помните, я сказала, в этом году не покупала. А вот и сегодня решила. А кого я встретила? Моё сто лет не покупателя, постоянного клиентка. И она мне напоминает, как я у тебя купила что? Нож. Я покупала ногу. А ты мне у Эдика, ты говоришь, зачем ты берёшь заднюю ногу? Надо переднюю ногу. Хаш, хаш когда делает, коровьи ножки для хаша. А я его учила. Да, задний не надо покупать. Она говорит, зачем ты говоришь? Я говорю, это моя клиентка хорошая, должна всё узнать секреты. Так что я рада встретила тебя. Моя девочка, удачи тебе дай, моя хорошая. Спасибо тебе. Вот я не могу. Я ещё, когда приехала сегодня, я думаю, может встретить у моих клиентов. И вот как зашла цветочка, встретила моё постоянное, доброе, душевное и ценное. С большим буквами, моя клиентка. Удачи вам, девочки. И миллион подписчиков. Спасибо. Я хочу, хочу. Бархатца. Берём света. Смотрите, какая шикарная. Ну, давай этот ящик возьмём немного. Это штука, штука сейчас, родулечка, железки. Чтоб ставить вот такие красивые. А солнце у вас? Нет, подкрищил у меня. На мангальную зону можешь повесить. Мангальная, да. Хорошо на солнце, без проблем. Суккулент. Как? Аптения в оригаде. А его охуживать надо? Ничего не надо, ничего не обрывать, не общипать. И неделю куда-то уехала отдыхать, никто не поливал, ничего страшного. Доходится. Красиво. На солнце будет великолепно. А вот сколько она стоит? 700 рублей корзина. Если на зимний период, зимний сад есть, делала, нет? Зимний ещё не зимний. Можно, я имею в виду, это суккулен комнат, нам можно на зиму занести домой. А это, как называется, гортензия? Да, у нас посадили мы. Сажу, потом буду петь. Я хочу. Дорогие мои, мы уже приехали, половину уже повесили. Свет, покажи, и вот это будем посадить. Чуть-чуть сейчас отдохнём. Смотрите, розмари купили, тархун купили, греана купили. И цветочки такие шикарные. Это, семечку купили. И посмотрите, как красиво у меня получается. Железка вот такой подарили мне, а цветов там не было. А я посадила вот такой, поставила. Она будет красиво, весь летом пахнет. А ещё блесучий покажи, Света. Необыкновенный, да, мамонка? Я добавлю, я тебе это подусть, я вниз поставлю. А вот это два пола. Какие цветы, смотрите, натуральный цвет. Персик. Люблю. Танат, грибалка, хорошая.